Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о важнейшей проблеме сохранения урожая. Это борьба с вредителями, которые выедают цветки и завязи у плодовых растений. Эта проблема касается и яблоней, и груши, и земляники, и многих других растений. Проблемой является то, что эти вредители приходят в сады и в посадки земляники тогда же, когда туда прилетают пчелы. Поэтому использование химически синтезированных инсектицидов категорически недопустимо, чтобы не отравить пчел. Это и так большая проблема. Кроме того, как показывает практика, от цветоеда, от клопов всевозможных, от них природные способы защиты растений, такие, которые, например, эффективны против трипса, немножко сдерживают паутиного клеща, а они против него неэффективны. В этом случае я порекомендую вам практически единственный метод, с помощью которого можно одновременно избавиться от вредителей садовых растений во время цветения и не принести урон пчелам. Речь пойдет о комбинации двух типов препаратов. Это авермектины. В качестве авермектина я держу препарат фитоверм, но есть еще и октофит. И второй препарат – это бетоксибацелин. Кроме того, что можно использовать бетоксибацелин, можно также использовать еще и липидоцит, особенно в случаях, если речь идет о личинках яблонева и других цветоедов. Еще лучше будет скомбинировать бетоксибацелин и авермектины, и липидоцит. То есть все три препарата смешать вместе. В какой же дозе их надо использовать в этом случае? Я вам рекомендую увеличить в полтора раза дозы по отношению к тому, что прописано в рекомендациях. Это не нанесет урона ни растениям, ни пчелам. В то же время будет более эффективным способом для борьбы с названными вредителями. Почему я это рекомендую? Потому что ночью, по ночам, весной, особенно в умеренной зоне, имеются риски снижения температуры, равно как в утренние и вечерние часы. Препараты эти перестают хорошо работать в этих условиях. Поэтому увеличение дозы будет способствовать повышению эффективности этих препаратов без нанесения урона и без повышения токсичности для полезных организмов и для человека. Итак, на посадках земляники, на посадках плодовых деревьев, кустарников в обязательном порядке используйте комбинацию двух или трех препаратов, с включением сюда липидоцида. Не применяйте сюда никакие прилипатели, за исключением молока, желатина или хозяйственного мыла. Эти прилипатели дружественны бактериям, которые содержатся в биологических препаратах, а также не изменяют PH, то есть кислотность среды, в сторону, когда авермиктины работать не будут. Не комбинируйте больше ни с чем эту обработку. И помните, что эта обработка поможет не только от светоедов и подобного рода вредителей, но на землянике это также поможет, от земляничного клеща, а пролив этим раствором, составом поможет также избавиться от многих почвенных вредителей. И самое главное, благодаря авермиктинам поможет отпугнуть от посадок земляники различных нематод. Поэтому очень усиленно рекомендую вам побольше наболтать вот этого вот препарата из этой смеси и обильно опрыскать и даже пролить, что касается посадок земляники, потому что это будет способствовать очень и очень хорошему оздоровлению посадок и сохранению вашего урожая без нанесения урона окружающей среде, а также вашему здоровью. Что ж, надеюсь, рекомендация вам поможет сделать хороший вырастить и богатый урожай. Желаю вам здоровья и процветания. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, задавайте свои вопросы. Всего хорошего! Субтитры подогнал «Симон»!